здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим о мертвых душах гоголя николай васильевич гоголь написал мертвые души уже практически под конец своей жизни он получил эту идею такого произведения от александра сергеевича пушкин и работал над мертвыми душами около 15 лет первый том и мертвых душ вышел в 1842 году и гоголь приступил к написанию второго тома однако перед своей смертью он его сжег остались только черновики которые с тех пор переиздаются но к сожалению целой картины по второму тому составите никак не получится поэтому в этом видео будем разговаривать о том что написано в первом том мертвых душ сам гоголь определил данное произведение как поэму но я больше склоняюсь к тому что это скорее роман или повесть скорее роман по глубине затронутых проблем которые были освещены в мертвых душах по глубине проработки героев которые нам встречаются по описанию пейзажей и города в которой в котором происходит действие а также окрестностей скорее это роман но в девятнадцатом веке признать и такое произведение романом значило обесценить другие произведения которые больше тянули в те времена на роман например такое такой роман как она каренина или война и мир и так далее однако возвращаясь к мертвым душам мертвые души имеют вот это название она имеет двойной подтекст с одной стороны главный герой покупает мертвых крестьян которые в те года назывались душами у помещиков для своих махинаций а с другой стороны мертвые души это как раз главный герой и помещик с которыми он общается то есть гоголь вложил в это название такой двойной подтекст но к нему мы еще вернемся чуть позже когда более подробно рассмотрим главных действующих лиц которых в общем то можно пересчитать и по пальцам самый главный герой это чичиков павел иванович который уже поднаторел в различного рода коррупционных схемах и махинациях но опять же мы можем говорить об этом в современных терминах терминах мошенничества в терминах коррупции в терминах то есть то как это сейчас называется по телевидению а с другой стороны он несмотря на то что он и возможно нарушал законы того времени но вот эта схема который он придумал это саде предпринимательству и сейчас если бы эта схема была в рамках закона то можно было бы назвать его стартапером то есть тот кто придумал идею нового бизнеса организовал так называемый стартап сам стал стартапером соответственно в таких терминах можно рассуждать об этом герое однако поскольку гоголь в своем произведении явно осуждает действия которые делают делает этот человек то соответственно видимо в те времена это такие действия были не очень законно однако более подробно рассмотрим мою личность главного героя чичикова он любезен однако склонен к позерству мелочности жадности самовлюблен но как я уже выше говорил предприимчив находит находит различные способы увеличить свое благосостояние он уже вращался в кругах чиновников и чувствует в этом круге себя достаточно уверенно он чичиков образование этого чиновничества с которым он общался он прекрасный психолог и вот из-за то что мы сейчас можем назвать прекрасным психологом а тогда это возможно называлась знаток человеческих душ и он приезжая в город н н но и две большие буквы как пишет гоголь он очаровывает собой местное губернское общество и вот это его внутренние скажем так способность очаровывать других людей позволяет ему вести торг с каждым из помещиков с которыми он встречается помещики такие это манилов и от него пошла название маниловщина то есть манилов он с одной стороны мягкий приторный позер но с другой стороны он абсолютно пустой и бездеятельный хозяин сентиментальный мечтатель он как показывает гоголь описывает в эту сцену разговора он может только красиво выбивать пепел из трубки которую он только что прокурил манилов глуп и живет в мире своих бесполезных фантазий следующий помещик это ноздрев он напротив очень деятелен но почему-то его деятельность направлено не на хозяйство которые у него есть и на хозяйственные заботы он мод гуляка хвостун пустой легкомысленный человек если манилов стремится всем угодить то ноздрев всем пакостит но как понятно из произведения мертвые души ноздрев он пакостит не со зла а потому что у него такая натура настасья петровна коробочка еще одна помещица с которой встречается чичиков на своем путешествии по губернии в которую он приехал и она предстает хозяйственным типом которая знает от и до свое хозяйство кладовые амбары птичник и так далее хорошо разбирается в хозяйстве но непроходимо по во всем что не касается ежедневных забот и гоголь называет ее дубинна головой что однако не мешает чичикову с ней договориться собакевич михаил семенович он предстает с точки зрения писателя с точки зрения гоголя как медведь неповоротливый неуклюжий однако крепкий и сильный и собакевича в первую очередь интересует не красота а практичность вещей он обладает умом и хваткой и по тому тексту который нам дает гоголь становится понятно что он собакевич злобный и опасный хищник единственный из всех представленных которые понимают капиталистический уклад и гоголь в тексте замечает что приходит время таких жестоких деловых людей далее он показывает образ плюшкина который непонятно с какой целью морит себя голодом морит голодом своих крестьян а при этом продукты гниют в амбарах и сараях сундуки у плюшкина забиты дорогими вещами которые он не носит которые приходят в негодность и невероятно эта скупость лишает плюшкина собственно семьи и здесь почему-то мне вспомнилась такая ситуация когда в советском союзе уже в 80-х годах карта люди откладывали много денег на книжку создавали детские вклады считали что впереди светлое будущее отказывали себе в чем-то там в том чтобы допустим купить машину или допустим купить кооперативную квартиру как когда уже появилась такая возможность то есть реализовать те накопленные деньги которые у них лежали на вкладах у многих людей деньги лежали в 25 рублевых банкнотах в таких фиолетовых советских деньгах в огромными пачками перевязаны резиночками ленточками перевязаны в коробках из-под шахмат там в одной коробке из-под шахмат помещалась может быть три-четыре тысячи советских рублей и вот они лежали эти деньги просто лежали дома что произошло дальше вы конечно все знаете крах союза СССР павловская реформа конфискационная павловская реформа когда можно было обменять только небольшую сумму и что и все эти деньги которые лежали на вкладах они сгорели потом конечно какую-то незначительную компенсацию выплатили если там читать по покупательной способности то если там пять процентов вернули из этих вкладов хорошо а те деньги которые лежали в коробках из-под шахмат ну и соответственно куда они пошли в костер или он играться детям это вот почему-то мне вспомнилась такой такая аналогия с плюшкиным но возвращаясь к мертвым душам еще в мертвых душах гоголь затрагивает такую тему как чиновничество который показывает что она насквозь продажно что воры жульё и он достаточно быстро находит с этими людьми с чиновниками этого города общий язык если и собственно он потом с помощью этих знакомств и связи он потом реализует свое свое дело с мертвыми душами теперь вот когда мы немножко ознакомились с скажем так с героями этого романа видимо стоит посмотреть на такой момент когда что же собственно в чем же собственно смысл покупки этих мертвых душ почему такая схема пришла пичикову голову а в те годы ну пусть это 200 лет прошло но поменялось ли что-то в россии да давайте-то зададим очень такой вопрос а почему собственно стала возможным такая схема которую нам представляет гоголь а в той россии было правило что крепостные крестьяне которые есть у помещика они раз в десять лет переписывались все живые заносились специальный документ называлась она этот документ ревизская сказка и так называемый реестр крепостных крестьян и между этими двумя переписями никаких сверок не проводилось то есть если крестьянин занесен в эту в этот реестр то он может если он умер за эти десять лет между переписями то следующий раз его исключат из этого реестра только через десять лет вот этим и пользуются чичиков то есть он идет к этим помещикам и говорит что вот у вас была перепись крестьян тогда-то тогда-то а с тех пор у вас кто-то умер вы же знаете кто у вас умер список умерших есть конечно есть но вы же продолжаете платить налог на каждого крепостного крестьянина в казну а если вы мне мертвых продадите говорит чичиков то вам этот налог платить больше не нужно как вам такая схема начале в начале эти помещики очень сильно удивлялись зачем ему эти мертвые души ну как-то чичиков находил способ объяснить каждому в том в том уровне понимания которое мог понять тот помещик с которым он общался он ему объяснял для чего ему эти мертвые души но больше давил на то что помещик он делает добро что он не будет платить налог ну и тогда и в конечном итоге он собирает 400 таких мертвых душ а для чего ему это нужно было главная его цель то что в той россии богатство помещика его скажем так вес в обществе определялся количеством крепостных крестьян которые у него есть в собственности соответственно чем больше будет крестьян в собственности у чичикова то он тем более весомый как помещик он будет но еще ему это нужно было не только для этого он хотел как каким образом поступить он после после переоформления этих крестьян на себя пусть даже они мертвые но вот никто пока не знает а и он что делал он шел в губернский совет или какой-то администрацию города как это сейчас принято говорить о и регистрировал и как закладывал этих крестьян которые на бумаге считались живыми и получал кредит на этот кредит он уже хотел купить настоящих крестьян живых и купить какое-то имение то есть получается что покупая мертвых крестьян за меньшую сумму он закладывал как живых крестьян получал на это кредит а живые крестьяне ценились намного 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 дороже он на этот кредит покупал себе часть покупал имение и часть он покупал себе живых крестьян таким образом он входил в общество помещиков того времени но к сожалению он не учел одного момента того что среди его продавцов окажутся люди такие такой непроходимой тупости что они начнут болтать об этой сделке в обществе губернском обществе например коробочка разболтала что какой глупый чичиков как как какая хорошая сделка у нее была какой глупый чичиков купил у нее мертвых крестьяна ну и соответственно все завертелось как же так прокурор губернии а так испугался этого этого события то что как же так на его территории произошло такое огромное событие как такой обман что умер от испуга как вот вот и опять же возвращаясь к самому началу нашего обзора и отзыва говоря о том что чичиков все-таки предприниматель если бы его вот эту предпринимательскую жилку в мирных целях мирных целях туда в современном мире это был бы стартап стартап сколково инополис тра-та-та и все такое прочее и еще опять же возвращаясь про к чиновничеству из мертвых душ и в текущие в текущее время мы помним эти все скандалы с квартирами трехкомнатными забитыми наличными долларами и евро 9 миллиардов 10 миллиардов рублей в квартире ну что это плюшкинство плюшкинство то есть то есть то что я рассказывал про конец советской власти там было плюшкинство в простого гражданского населения у простого человека когда деньги собирали ну работяги зарабатывали по 250 300 рублей которые на заводах работали там с лесарями работе рабочим и так далее зарабатывали понятно что оставалось откладывали ну а сегодня что откладывают в пачках евро долларов титысячные купюры в рублях в трехкомнатных квартирах продолжение плюшкинство я не пьяни я не понимаю и возвращаясь снова после такого длинного обзора к собственному названию произведения мертвые души гоголя и смотреть это с петафорической точки зрения что это такое это получается портреты правящего класса на на тот момент помещики считались это как бы высшая каста которая отличалась мертвостью собственных чувств мыслей что они просто коптят землю а настоящая душа в таком понимании да в метафорическом понимании есть только у крестьянства так и что эти помещики они не обладают такими качествами человеческими они не способны созидать быть живой силой способны изменить стану к лучшему может быть это и стала одной из причин почему было отменено крепостное право потому что существовали такие собакевичи коробочки плюшкины и так далее недалекие скажем так люди или ты скажешь пока они были ограничены в каких-то своих своих рамках но не выходили за них как например коробочка которую автор называет дубинноголовый но не зря же он и так называет на этом я думаю мы закончим отзыв на мертвые души обзор даже отзыв да конечно есть обзор на канале романа евгения замятина мы который уже вышел который можно посмотреть этот обзор можете пройти по ссылке в подсказке и в описании там же в описании будут ссылки на другие обзоры таких вот монументальных произведений как например евгений замятин мы мертвые души гоголя в тот момент как только они будут выходить на канале в подсказках возможно будут появляться ссылки на эти видео и в описании в обязательном порядке будто появляться данные ссылки на данные обзоры и я благодарю вас за внимание спасибо что вы досмотрели этот объемный отзыв до конца подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления поставьте лайк поделитесь этим видео в социальных сетях можете сделать нарезку коротких видео из этого видео пожалуйста всего вам доброго и до новых встреч